Еще несколько лет назад сама идея роботов-пылесосов казалась мне фантастической. Не мечтали для человека с аллергией на пыль? Да еще и жуткого лентяя. Да, это я сейчас про себя. Так, ну а почему же Жорик? Не знаю, но у нас в семье как-то само собой прилипло. Щеточки напоминают усы, а нрав у пылесоса напористый, с кавказским характером. Вот поэтому Жорик. Со стороны звучит необычно. Типа, дорогая, Жорик в квартире уже пропылесосил, нужно налить ему еще воды, чтобы полы помыл. Собственно, давайте знакомиться с новинкой поближе. На почте я получил вот такую вот внушительную картонную коробку, на которой изображен робот-пылесос. Это так называемая черновая упаковка. Внутри нее была уже такая вот хорошенькая коробочка из плотного картона, есть у нее ручка для переноски. В общем, внутри все тоже очень хорошо защищено. Сейчас попробую вам показать. Очень неудобно, снимаю не за столом, как обычно, потому как робот большой и мне просто неудобно. У меня штатив очень громоздкий. Так, ну вот видите, здесь у нас прокладочки, проставочки, различные плюшки. Так, что было в комплекте? Ну, собственно, робот-пылесос, контейнер для сборки пыли. Он уже установлен. Также есть контейнер для воды. Четыре щетки. Две левых, две правых. Пара уже стоит на жорике. Есть щеточка для очистки пыли. Есть пульт дистанционного управления. С помощью него можно управлять роботом в ручном режиме. Также давать ему различные команды, задания и даже настраивать таймер. То есть отложенную уборку, уборку по расписанию. Питается он от двух мини пальчиковых батареек. Собственно, они также есть в комплекте. Также два фильтра, хипофильтра, так называемый, которые не пропускают мелкие частички. Один установлен в роботе. Есть еще запасной. Есть также инструкция. Что меня больше всего удивило, это то, что здесь есть русский язык. Причем довольно грамотный. Здесь описание всех режимов работы, как установить приложение. Ну, в общем, инструкция действительно полезная. Кроме этого, есть такая вот док-станция, так называемый домик для робота-пылесоса. И, конечно же, блок питания. Блок питания у нас на 19 Вольт, выдает 600 мА. Длина кабеля составляет полтора метра. Заряжает полностью робота за 5 часов, это если от 0 до 100. Док-станция, в принципе, у нас обычная. Сверху есть зеленый светодиодик, который показывает, что она подключена к сети. Ножки такие вот резиновые. Но я вам скажу, что они для ламината не годятся. То есть робот, когда хочет поубирать возле стен, он часто сдвигает эту док-станцию, может ее повернуть, развернуть. И в итоге потом получается, что он не может встать назад на зарядку. Вопрос решается очень просто. Две тоненькие полосочки. Клеите двухстороннего скотча, чтобы не совалось. Ну вот, в принципе, и все. Так, ну давайте уберу я, так сказать, ништяки. Посмотрим на самого робота. Внешний вид у него, на мой вкус, очень приятный. Пластиковый корпус с таким узором сеткой, крупная кнопка включения по центру и также индикаторы состояния устройства. Индикаторы оснащены светодиодной подсветкой. Самый верхний означает питание, средний Wi-Fi и нижний зарядку. Когда требуется зарядка и робот ищет базу, то нижний индикатор горит желтым цветом, а когда на зарядке зеленым. Остальные индикаторы зеленым. Хотя еще вот верхний, если устройство застряло и произошла какая-то ошибка, то он будет гореть красным. Внешне выглядит современно и производит впечатление на тех, кто видит его впервые. Да и самому приятно порой понаблюдать за его работой. Давайте посмотрим на какие-то основные элементы. За передним бампером у нас скрыты датчики, датчики, которые определяют расстояние до препятствия. То есть он останавливается в миллиметрах от мебели, но иногда они не срабатывают. Если он не срабатывает, то тогда помогает физический датчик. Вы видите, что бампер подвижный, здесь есть три зоны, то есть центральная и боковые. И в зависимости от того, какая зона срабатывает первая, он останавливает движение и потом уже понимает, куда ему нужно повернуть. Кроме этого, у него есть вот такая вот резиновая юбка, то есть если даже он ударяется в стену, то в принципе он ударяется совсем не сильно. То же самое касается мебели, то есть он не портит мебель, слегка ее касается. Самое интересное, как обычно, у нас находится внизу. Так, здесь у нас поворотное колесо, которое задает направление. По бокам вы можете видеть контакты для зарядки. Ведущие колеса с амортизаторами. Видите, как они уходят вглубь корпуса. Я измерял их высоту, то есть почти четыре сантиметра. Это позволяет роботу преодолевать пороги и взбираться на ковры. У меня между комнатами порожки совсем маленькие и он их даже не замечает. А вообще заявлено, что он может преодолеть порог с высотой до полутора сантиметров. В трех местах в центре, вот здесь по бокам, расположены датчики, которые контролируют высоту. Если вы живете в двухэтажном доме, то подъехав к краю лестницы, робот развернется, а не загремит вниз. В верхней части здесь вот двигатель вспомогательных щеток, которые подгребают пыль и мелкий мусор по направлению к воздухозаборнику. Щеток у нас два комплекта, как я уже говорил, два левых и два правых. Вставляются просто в пазы, вынимаются тоже очень просто. Вот просто нужно потянуть их и приложить небольшое усилие. Если в вашем доме есть женщины с длинными волосами, то периодически конечно придется их снимать и очищать от волос, которые наматываются. По центру у нас основная щетка, которая вращается во время движения. Она называется еще турбощетка. Она отлично собирает шерсть, мелкий мусор и длинные волосы. Если нужно ее почистить, то это очень просто. Вот так вот за щелочки снимаете накладку, ну собственно вытаскиваете. Все вытаскиваете, очищаете ее и потом так же само назад очень просто она устанавливается. То есть ставили, защелкнули. Все. За ним находится воздухозаборник, куда собственно втягивается пыль. Давайте теперь посмотрим на контейнер для пыли. Для этого нужно извлечь. Нажимаем вот эту подпружиненную кнопку и потянуть нужно. На самом контейнере есть инструкция, то есть как его чистить, как его вставлять, как его открывать. Здесь есть два отсека, то есть вот верхний отсек, здесь немного пыли. Я сегодня включал его буквально на 10 минут, проверял, как работает режим локальной уборки. В общем, просто вытряхиваете в мусор и все. Здесь есть еще один люк, так называемый. Он открывается и здесь мы видим установлен хипофильтр. Он очень тоже просто снимается. Видите, что он у меня такой уже грязненький, нужно уже его почистить. И также здесь вот есть фильтр, так называемый первичный фильтр. Его можно просто тоже вытаскивается и просто под проточной водой хорошенечко промывается. Теперь по поводу уборки в основном режиме, режиме пылесоса. С паркетом, ламинатом и линолеумом пылесос отлично справляется на средней мощности всасывания. Убирает реально хорошо. Я не знаю, где он находит эту пыль, но посмотрите, что он собрал за две уборки. Покажу чуть ближе. Видно, что большая часть мусора это именно мелкая пыль, на которую собственно у меня аллергия. Но есть также и крупный мусор, даже волосы. С коврами все сложнее. Я ради эксперимента расстелил ковер и потренировался на нем. Средней мощности явно недостаточно, поэтому я включил на максимум. На максимальной мощности он хорошо справился с ковром, у которого невысокий ворс. Визуально мусора не было. С высоким ворсом ковра у меня нет, но думаю, там будет уже результат похуже. Хотя с другой стороны, если убирать ежедневно, то через два-три дня он все же вычистит его идеально. Теперь про влажную уборку. Для этого нужно сменить контейнер. Здесь также есть инструкция. Для того, чтобы заправить его водичкой, нужно открыть пробку. Вмещается сюда 350 миллилитров. По расходу примерно у меня выходит где-то 100-150 миллилитров на комнату. То есть полного этого контейнера мне хватает для того, чтобы убрать полностью квартиру. Это две комнаты, коридор и кухню. То есть если, соответственно, нужно убрать одну комнату, то наливаете меньше, допустим 100 миллилитров. С обратной стороны, как вы видите, тряпочка. Тряпочка из обычной микрофибры. Она держится на таких вот липучках. Здесь можно увидеть, что есть форсунки, через которые вода медленно поступает на тряпку. Ну, в принципе, что значит влажная уборка. У меня уже был робот-пылесос, поэтому для меня это было не новость. Просто получается водичка медленно поступает на тряпку и робот ездит, елозит, растирает. То есть как бы полноценное мытье полов, это не мытье полов, это, скажем так, просто влажная уборка. После того, как пропылесосили, дополнительно пройтись влажной тряпочкой, чтобы собрать остатки пыли. Еще один момент, на котором следует заострить внимание, это ремонтопригодность. Для начала стоит уточнить, что гарантия на изделие составляет 36 месяцев. Если в этот срок что-то сломалось, то вы просто списываетесь с продавцом, высылаете видео неисправности и в зависимости от поломки продавец вышлет вам необходимые запчасти. За свой счет, естественно. Все основные элементы легко отсоединяются. Вот, например, для того, чтобы заменить двигатель ведущего колеса, нужно открутить три винтика. И отсоединить колесо от разъема. Полностью разбирать пылесос я не стал, так как слетит гарантия, но доступ к некоторым элементам есть без полной разборки. Например, к аккумулятору. На нем указана емкость 36 ватт-часов или 2,5 ампера при напряжении 14,4 вольта. Он соединен с платой управления посредством трехпинового разъема. И хорошо видно, что он состоит из четырех элементов питания, типа размера 18650, соединенных последовательно. Аккумулятора более чем хватает для полной уборки двухкомнатной квартиры. Две комнаты, кухня, коридор и остается еще примерно 50% заряда. Теперь расскажу о видах уборки и их различия. Основная это автоматическая, пылесос убирает всю квартиру, рисуя карты и сохраняя ее в памяти. То есть он уже понимает, где убрано, а где еще нет. Вначале он двигается зигзагами, проходя основную площадь. Препятствия он объезжает. Углы, конечно, не пропускает. После того, как он прошелся по всей площади, он еще раз объезжает помещение по периметру. Есть также уборка одной комнаты, после нее он возвращается на базу. И есть локальная уборка, когда пылесос конкретно заданный какой-то участок убирает, например, если вы что-то рассыпали. Все свои действия робот озвучивает на английском языке, то есть можно понимать, что сейчас он будет делать. Если вдруг он застрянет, тоже сообщит, что с ним не так. У меня застрял один раз, когда намотал провод от зарядки смартфона на щетке, поэтому нужно следить, чтобы на полу ничего не лежало. С проходимостью у него все хорошо, в коридоре было дело, что подмял коврик у входной двери и не мог проехать. После чего он добавил мощность и легко его проскочил. По большому счету сейчас уборка у меня полностью автоматизирована, и вот в летнее время, когда нет ковров, я даже не достаю обычный мощный пылесос. Ну и пару слов о приложении, которые позволяют управлять роботом со смартфона через Wi-Fi. После того, как установил и настроил приложение, пультом дистанционного управления больше не пользуюсь. Приложение называется Tuya Smart, полностью русифицировано и доступно для скачивания в Play Market. Подключаете робота к той же сети Wi-Fi, что и смартфон, и можете выполнять все действия через приложение. Режим уборки, настройка мощности и даже ручное управление. Ребенок любит им управлять сам, заодно и уборку делает. В общем, интересно. Через приложение можно настроить отсрочку уборки или задать расписание на всю неделю вперед. Также в приложении можно посмотреть карты, которые рисует для себя пылесос. Красная точка – это текущее местоположение, серым закрашены непроходимые препятствия, то есть это стены, мебель и зеленым убранная территория. Черным – это еще неизведанная зона, куда пылесосу предстоит добраться. Подведем итоги. Жорик отлично выполняет свои функции. В сравнении с предшественником он более качественно убирает, не пропуская сложных участков. На это повлияло то, что убирает он осознанно, рисуя карты пройденных территорий, а не слоняется по квартире наугад. Большая сила всасывания и большой контейнер для пыли позволяют уборку выполнять лучше, а мне реже вмешиваться в эти дела. Ну и конечно управление со смартфона. Очень удобно. Пульт может где-то затеряться, а смартфон всегда со мной. Проснувшись утром, на выходном я могу взять смартфон и не вставая с кровати запустить уборку. Ну и влажная уборка – это тоже как бонус. Считаю, что робот-пылесос Electro UX C30B очень удачная модель. Это также подтверждают отзывы покупателей на Али. Можете посмотреть, перейти по ссылочке. Приобрести новинку можно в фирменном магазине Electro UX Robot Store на Алиэкспресс. Там, кстати, есть клады как в Китае с международной доставкой по всему миру, так и в России для быстрой доставки по территории России. На этом все. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Злой. До новых встреч.